Итак, друзья мои, хочу сделать анализ личности принца Уэльского Чарльза. Мы знаем уже на данном этапе, что это будущий король Великобритании. Он уже вступил в должность в достаточно преклонном возрасте, 73 года. Это всё-таки такой возраст достаточно почтенный. Но что меня больше всего удивило, ну, я обычно, когда начинаю что-то делать, если есть возможность где-то посмотреть какую-то информацию о каких-то регалиях, возможно, я всегда смотрю. Буквально вот перед этим материалом я разместила материал канцлера Германии Шольца. И я там тоже говорю о том, что он родился 14 числа. Не важен месяц, важна дата рождения. Только Шольц родился 14 июня, ну, я уже месяц просто так вам даю. А Чарльз родился 14 ноября 1948 года. Я уже сказала, что это достаточно зрелая личность. Вообще дата рождения 14, ну, вы знаете, я очень хорошо знаю людей с этой датой рождения. Это те люди, от которых, ну, в общем-то, непонятно чего ждать. И, в частности, по Шольцу, по своей матрице судьбы, он мне очень даже понравился. Единственное, что мне не понравилось, это то, что шпион, масса всевозможных каких-то опций, которые, ну, мягко говоря, подводят человека к черте не совсем порядочного человека или политика. Но мы сейчас будем рассматривать принца Уэльского Чарльза, который родился тоже 14 числа. Для тех, кому интересна именно эта дата, посмотрите в плейлисте «Нумерология». Есть большой материал по всем датам рождения. Найдите дату 14, ну, и, конечно же, постарайтесь почитать комментарии. Там очень много их. Да, кто-то говорит, нет, вы не правы, но основная масса говорят, что, ой, как же вы правы, я узнала или узнал себя. Итак, что же интересного у принца Уэльского Чарльза или о чём интересном можно узнать? Во-первых, это человек по жизни всегда прельщался и ждал власти. Ну, это и так, в принципе, понятно. Что касается каких-то бытовых дел, то для него это всё достаточно неприемлемо. Он в быту, я бы сказала, не приспособленный. И всё, что делал он, любые его дела, могли встретить препятствия. Ещё для быта, вы знаете, вот не хочется говорить такие вещи, но, как говорится, сказал А, говори, и Б. Это человек, это мужчина, который не годится для семьи и плох для секса. Как говорится, можно уже и заканчивать, правда? Родился он в сатанинский день, а это период неких плотских искушений, астральных битв. Вообще, его или же о нём можно сказать, что это некий змей. У него змеиная натура. Ну и вообще, он поддаётся всем астральным искушениям, так как именно родился под влиянием астрального змея. Кстати, если на него посмотреть, то что-то вот такое змеиное или же даже сужа, да, уш, что-то есть в нём такое змеиное, оно просто визуально бросается в глаза. Скажу сразу, мне тяжело делать материал. Я думаю, что вы при анализе моего голоса, вы заметите, что идёт некий тормоз, какое-то такое впечатление, что мне, ну вот, как сдавил кто-то челюсти. Мне тяжело, я хочу спать, у меня болит голова. Поэтому, возможно, голос будет меняться, так как я буду прерываться и опять давать вам материал. Поэтому, пожалуйста, не судите строго ситуацию или же почему так, я вам описываю. Он родился в день полнолуния, насколько я могу судить, и, как я уже говорила, имеет змеиную натуру. Человек крепок здоровьем, наделён долголетием, некими талантами. Потом, если эти таланты всплывут, я вам расскажу. Но по своей вине, по своей вине, именно по своей, он весьма-весьма несчастливый, многострастный, иногда безумно. Всё время, когда рос, плохо учился. Я уже говорила, что поддаётся и поддавался всем астральным искушениям. Любовь и ненависть будут владеть его разумом, его плотью, и это будет продолжаться. Всю жизнь он будет бороться со злом, причём со злом, которое окружает, как ему кажется, его самого. И, друзья мои, скажу сразу, это человек, которому угрожает опасность от неправильного руководства. Именно от неправильного руководства. Ну, до сих пор я не думаю, что он чем-то руководил, ну, а сейчас он не меньше, не больше король. Его могут втягивать в дела, способные завершиться или же неудачей, или провалом. Может быть, такие и были, кто его знает. И вообще, если он сам самостоятельно постарается воплотить в жизни какой-нибудь сомнительный проект, то он будет чувствовать горькое разочарование. Я уже говорила, очень тяжело мне даётся анализ принца Уэльского Чарльза. Очень тяжело. Человек тяжёлый, человек не улыбающийся, хотя ему надо было бы улыбаться именно благодаря смеху. Вернее, смех говорит, я свободен, я освободился от всего того, что на меня нагружено или что ко мне прицепилось. Кстати, это хороший метод для всех нас, не только для него. А для него это спасение. Судьба говорит, что тебе надо довольствоваться тем, что есть, и не рисковать, в крайнем случае, до восхождения на престол. Почему? Потому что человек крайне не уверен. Он яростен, он ревнив. У него могут быть преступные наклонности, вечные проблемы из-за любви, страдания, переживания. И по поводу, и без. А и это всё выливается в какие-то сердечно-сосудистые заболевания и даже ранние инфаркты. То есть, вполне возможно, что принц Уэльский Чарльз уже перенёс инфаркт. Я думаю, что многие сталкивались с таким состоянием, о котором я сейчас буду рассказывать. Так вот, некоторые, может быть, только сталкивались с таким состоянием. А он живёт всю жизнь. Его внешний вид, его энергетика, она притягивает людей. Особенно тех людей, которые рядышком находятся. Ну, не телевизор, конечно, а может быть метр, может два, может пять в расстоянии. Потому что вот это притяжение, когда оно получается или же случается, то энергия Чарльза, она внушает некий страх тем людям, которые к нему пытаются приблизиться. Особенно, если они не знакомы на стадии вот этого знакомства. Одновременно он оживлён, но и в то же время таинственен, жизнеспособен, но он полон предчувствия смерти. Он всё время ждёт смерти. Он, я уже говорила о качествах змеи, а змея, она должна всё время, знаете, она должна перерождаться. То есть она должна обновляться, снимать шкуру. То есть и эта шкура должна нарастать новая. Ну, как-то вот так. И змея, она очень чувствительна. Она чувствует даже малейшие вибрации в атмосфере. Поэтому, конечно же, он всю жизнь стремился к некому самоусовершенствованию. Боролся всю жизнь со своими страстями, а их было немало. Тем более, что вот эти страсти, которые ему мешали по жизни, они вбивали некий клин раздора между королевой и им, то есть Чарльзом. Но эта борьба была суровая и, в общем-то, не проходила бесследно, прежде всего, для здоровья. Поэтому заболевания нервной системы у него тоже есть. Но он стоек, если он куда-то чего-то надумает, то он будет держаться до конца. И держаться, во-первых, он сам по себе живуч. Да, присутствует страх, но он чувствует, как я вам уже сказала. У него есть вот эти опции чувствительности. И есть ещё некая хитрость. Некая хитрость, которая может граничить, ну, не то что с подлостью, а может, ну, что-то вот какая-то низкая программа есть. Конечно же, мы не знаем каких-то поступков, каких-то скандальных, может быть, ситуаций, кроме жизни с Дианой. Да, я думаю, что здесь очень много было разговоров, очень много было какого-то грязного белья вытянуто. Но давайте мы это оставим. Если вдруг что-то случается, то реакция может быть очень резкой. Язык груб, зол. Он может, я сказала, что он всю жизнь борется с любовью и злом, ненавистью, обидами. Это тоже есть, но он, тем не менее, обладает поразительной энергией, особенно если попадает в затруднительное положение. Опять же, сейчас вернусь к Шольцу, это Германия. У него, как у многих, я часто встречаю эту опцию у людей, что они всего добиваются, они смелы, и им вообще море по колено. Но когда случается сложная ситуация, они находятся в неком таком тумане, они не понимают, что делать. То есть надо какое-то время, чтобы прийти в это всё. Но у Чарльза это отсутствует. Он, в общем-то, достаточно собран в такие моменты. Во-первых, вспоминайте змею. Змея, она тут же делает бросок. То есть она мгновенно принимает некие действия. То есть она действует. Идём дальше. Его интересуют тайны, тайны мироздания. Я бы сказала так, от тайн мироздания до тайн преступного мира. То есть он, возможно, или мог бы, а может быть, и занимается какими-то научными исследованиями. То есть с него бы получился хороший учёный, занимающийся фундаментальной наукой. То есть ему близки детективы, разведчики, разного рода исследования. Ему нужна работа, требующая всех сил, а не половину. Он достаточно смел. Его надо использовать там, где нужна неуступчивость в борьбе. То есть здесь он будет, я уже говорила, что он чётко принимает решение, он готов. Ну и присутствует, где нужен магнетизм, некая страстность, что может спасти зашедшие, например, или зашедшие в тупик дела, переговоры. Но на должностях, где нужна некая тонкость, вот именно, знаете, тонкость, он, конечно же, не справится, потому что этого ему не дано. Что касается отношений, если он расстаётся, особенно в браке, то значит уже ничто не спасёт этот союз. Но если этот союз, то есть если человек ему нравится, то он очень такой одержимый, причём штамп в паспорте роли не играет. Почему он долгое время жил, скажем так, гражданским браком с Камилой? Я люблю говорить, блудовал, блудует обычно в таких случаях. Я бы его назвала деспотом, способным на грубую брань, ссоры, после чего, может быть, или же идёт обычное страстное, бурное, эротическое примирение. Спокойной жизни с ним ожидать не приходится. Во всех удовольствиях, наслаждениях не знает меры. О ревности я уже говорила. Детей рано заставляет быть самостоятельными. К сожалению или к счастью, они просто оказываются в таких, ставятся в такие рамки или в такие условия существования, что хочешь не хочешь, но они должны быть самостоятельными. Исходя из того, что я вижу, я просто могу уже утверждать, что он очень сильно обижал Диану. Ну, сказать мягко то, что руку он на неё поднимал, ну, это цветочки. Что касается опасностью для него, это страсть к ссорам. Человек крайне неуживчивый. Это не Елизавета, которая смолчит и соблюдёт этикет. Я думаю, что мы ещё услышим Чарльза. Вспыльчив, необуздан, жесток. Он не желает считаться с другими. Противопоставляет себя всем и переоценивает себя. Ну, а сейчас он король, поэтому здесь Бог знает, чего ждать от него. Не знает меры ни в чём. Щедро может расходовать свои силы, материальные, физические. Не знает ему неведомо самоограничение, чему обязательно надо было по жизни научиться. Иначе он может оказаться даже на краю пропасти. Я не знаю, был ли этот край пропасти. Вполне возможно, что этот край пропасти был в момент ухода Дианы, потому что там прослеживается некое такое горе-горе. Кто-то скажет, да ой, да как он там горевал. Да нет, ребята, горевал. И мы все горюем. Как бы нам человек нравился, не нравился, или же надоел. Но когда случается вот такая ситуация, то происходит достаточно сложный период трансформации. Человек никак не может выбраться из этой ямы. Не то что сожаления даже, а человек всё время живёт в этом процессе. Вот в этих отношениях, которые для ушедшего человека вроде как закончились, но для него они могут продолжаться всю жизнь. Это будет очень, или был, и будет, он же ещё живой, такая ноша на всю жизнь, которую надо нести. И в трудные минуты – это самая большая его ошибка. В чём состоит ошибка? Ну, понятно, что Диана ему была дана по жизни для воспроизведения наследства, то есть наследников. И дальше она ему была уже неинтересна. Это уже, на это указывает судьба. Что касается Дианы, конечно же, Диана свои кармические узлы не отработала. Однозначно не отработала, потому что попасть в семью королевы, выйти замуж, стать принцессой Уэльской – это не только родить детей и заниматься недвижимостью, ну, а дальше развод и вот эти любовники, да. Вы помните ситуацию. Её задача по судьбе, по жизни и по роду именно королевской семьи – это не просто воспроизвести на свет наследников, но быть рядом с этими наследниками, даже если они находятся далеко, энергетически их поддерживать. Вот для чего Диана появилась в королевской семье. И рассуждать о том, что человек в 37 или сколько лет, он выполнил свои кармические узлы, или же человек уходит, отдав долг кармический. Это глупо и это неправильно, это непрофессионально. Особенно я говорю о некоторых астрологах. Спасибо огромное, вы мне присылаете ссылочки, даже время пишете и спрашиваете, а что вы об этом думаете. Так вот, я не думаю, я вижу то, что Диана, данная судьбой королевской семье, она появилась в этой семье для того, чтобы воспроизвести на свет потомство наследников, наследников, вот скажем так, для королевы Елизаветы, или же для Чарльза, однозначно. И странно, но как бы там ни было, глядя на, прослеживая, вернее, судьбу Чарльза и обращая внимание на вот эти все его перипетии, то он вроде как бы даже должен быть бесплоден. То есть видите, как здесь интересно бывает. Чудеса тоже случаются. Но Диана, она не обычная женщина. Любое государство, оно, это такой организм, это такая энергия, в которой свои эгрегоры, свои цели и свои задачи на каждого практически человека, проживающего в этой стране. Как ни странно или как ни жутко это будет звучать. Поэтому, конечно же, Диана, она... Всё потом бы, возможно, каким-то образом изменилось бы, но Диана, Диана должна была стать матерью вот этих вот наследников. По большому счёту, чуть ниже, а может быть и выше на целую ступень, чем была Елизавета. Потому что там два прекрасных, красивых парня. Ну, то, что было, то было. Или то, что есть, то есть. Но случилось то, что случилось. Чарльз никогда, никогда в жизни не забудет каких-то перипетий или же причинённой боли ему. Он это будет помнить всю-всю жизнь. По своей натуре он может, да, он может проявлять горячий интерес, либо быть совершенно таким чрезвычайно холодным, неприступным. И, знаете, здесь можно сказать ни рыба, ни мясо. Есть такое определение у нас, у славян. Но если он, конечно, вовлечён во что-то на 100%, то, конечно же, он тогда начинает, ну, как умеет, как умеет, какие опции или программы в нём работают, так он и живёт. Или же жил эту жизнь. А вернее сказать, свою жизнь. Огромное стремление к власти, навязывание другим своей воли, повелители, неистов, может или мог показывать людям своё хорошее к ним отношение. Но лучше, если бы он этого не делал. Ему кажется, что сильный всегда прав, что вызывало протест у других, агрессивен к противоположному полу. И здесь с толпом таким стоит Диана. Да, он её бил, и не просто бил, он просто её сживал со свету. Сейчас кто-то скажет, «Зоя Дамовна, а вы сейчас говорите, что она вот должна то-то, то-то». Да, она должна, как я ранее сказала, она должна быть энергетически рядом. Пусть ни в одном дворце, ни в одном помещении, но её жизнь, она в этот мир пришла для того, чтобы родить потомство для королевской семьи. Вот и всё. Да, это инкубатор. Ой, как некрасиво звучит. Вы не представляете, как это некрасиво звучит. И насколько это кощунственно, то, что я сказала. Но, друзья мои, из песни слов не выкинешь. К сожалению, что есть, то есть. Чарльз, он импульсивен, самоуверен. Что ещё можно о нём сказать? Смел. Ну, ему дарована сила и выдержка, и притягательность. И судьба даёт, и уже дала, мы знаем точно, шанс предстать перед публикой в качестве профессионала, потому что он зрелая уже личность. Вообще человек самоуверен и смел. Вот давайте вот так его охарактеризуем. Самоуверен и смел. Насколько это полезно, или насколько эта опция, или эти черты характера ему пригодятся, а это именно черты характера, потому что через самоуверенность и смелость он будет и дальше реализовываться уже в качестве короля. Я думаю, что мы увидим, будет у нас такая возможность. Возможно, не сразу в период его правления, но через какое-то время, конечно же, он себя покажет. Он любит дружить с женщинами. Ну, то, что мать – необыкновенная личность, понятно. Я уже говорила, что есть заболевание нервной системы, то есть человек склонен к нервозности, эмоциональному возбуждению. Здоровье страдает от нездорового питания, отсутствие гигиены даже. Это может быть, но может и страдать здоровье от чистоты. То есть это может быть еще и фанатик чистоты. Личной, домашней, если хотите. То есть как лично может мыться или ходить грязнулей. Ну, я не думаю, что он ходит грязнулей. Есть кому за ним ухаживать, но дома точно так же. То есть обстановка в доме. Золотой середины этот товарищ не знает. Деньги по жизни тратит на ерунду. Чаще на предметы домашнего обихода, одежду. Или эти вещи, если эти вещи имеют для него чрезвычайное значение. Взаимопонимание в семье и с близкими людьми, даже друзьями не очень хорошие. Он может проявлять чрезмерную заботу о своих близких. Это дает повод к неприятностям. Не знаю, но мне кажется, что все-таки его ждет некая фатальность. Вот этот королевский статус, он может стать неким рабством для него. Почему рабством? Да потому что статус короля или королевы – это просто имиджевая некая должность, ну, достаточно высокого такого ранга, обеспечивающая безбедную жизнь, передающаяся по наследству испокон веков. Для Елизаветы это было нормально, то есть для королевы Елизаветы. Но для Чарльза я не знаю, как он будет в этой должности, потому что он привык жить уже более-менее свободно, спокойно. И вот на тебе король. Король, который особого голоса нигде не имеет, но то есть принц Уэльский Чарльз, он же Карл Третий, кажется, так же, как и королева. Короче, Чарльз будет праздничным генералом на арене политики в международном масштабе. Самая главная его задача – это, или его работа – это социум. То есть он для социума, как я уже ранее сказала, как свадебный или праздничный генерал. Ему дана аккуратность, это некого рода чистоплюйство, педантизм, одержимость идеи какой-то. Но и умелый подбор. Я бы сказала, знаете, есть такое выражение – подобрать ключи к любым дверям. Он делать это умеет. Внешне, конечно же, всё будет выглядеть прилично, но в целом до восхождения на престол Чарльз, я бы его назвала неким суетливым человеком, с неустойчивым темпераментом, который всю жизнь стремился к недостижимому, переживал из-за этого, что ему не получается получить желаемое, то есть раньше, до ухода королевы. И его жалобы, или же в его жалобах, можно было заметить, услышать, подметить поэзию. Поэзию печали и напрасно растраченных усилий. Вот это будет очень долго отзываться, где-то там глубоко на внутреннем плане. И эта поэзия словно предвещает или предвещала безнадёжный и жалкий конец его устремлений, надежд на успех и власть. То есть до того, как он вступил или взошёл на престол в качестве короля, конечно же, он очень тосковал, надеялся и ждал. И где-то там внутри сетовал на то, что какой же он невезучий. И вообще, как же долго будет жить эта самая королева-мать. Много любовных приключений, вечных мелодрам в жизни. Кстати, он мог играть в азартные игры, может быть, карты. И это, кстати, всё могло давать попадание под влияние тёмных сил, тем более, что он человек с очень такой тонкой душой. Он очень чувствительная личность. Есть знания, есть предчувствия, есть интуиция. Кроме игры, как я сказала, в карты, ещё есть одна слабость – это парады. То есть парад в таком прямом смысле. Я бы не сказала, что у него хорошие отношения с детьми. Скорее всего, что они плохие. Ну, что делать? Это королевская семья, поэтому, конечно же, они вынуждены иногда показываться на публике вместе. Основная проблема – это соперничество, это любвеобильности, это некие большие способности. Я говорю про Чарльза. Богемный образ жизни, несерьёзность, измены, коварство, несчастье от противоположного пола. Ну и вот эти раздоры с детьми. Я бы даже сказала, что это, может быть, даже не раздоры, а некого рода ненависть со стороны детей. Прослеживается грань между женщиной и детьми. То есть я могу, вернее, судить, что это Диана и вот эти два мальчишки. Нет там отношений. Только этикет, только из-за этикета королевская семья будет показываться рядом. То есть Чарльз, он же Карл Третий, кажется, и два парня, два сына, матерью которых является Диана. Кстати, одного из сыновей Дианы и Чарльза я смотрела, у меня есть «Матрица судьбы». Посмотрите, очень талантливый парень, настолько ему много дано по жизни. Посмотрите, не пожалеете. Что касается правления, то есть показания к тому, что его могут вынудить или же поставить в некие рамки, когда он может отказаться в пользу сына. Но это будет не сразу. Опасности можно быть зарезанным, грубо говоря, на операционном столе. можно быть устраненным. Вообще есть предупреждения, как я сказала, об опасности, изгнании, но в тюрьму его не посадят. Возможно, какая-то изоляция. Можно сказать, что это плен, но здесь можно по-разному рассматривать вот это указание. Пленом могут быть и стены дворца для него, потому что он всё-таки привык жить более свободно. Он, вообще Чарльз, это человек, который притягивает к себе насилие. Иногда даже в извращённой форме. Такое тоже возможно. Что касается пророческих способностей, то они у него есть, но на грани болезни. А также какие-то, я бы сказала, паранояльные идеи или сумасшествие в конце жизни тоже возможно. Вообще удивительно, насколько низкая и высокая программа идут рука об руку. Здесь вот то, что я сказала, что может быть и что возможно, потому что он всё-таки долгожитель, принц Уэльский Чарльз или же Карл Третий. Во-первых, он добивается значительного успеха благодаря своим усилиям и настойчивости. То есть он дождался трона. Спокойно. Елизавета ушла после 70 лет правления перед его практически днём рождения, а он родился 14 ноября. И вот это состояние восхождения на престол, то есть получение поста или же восхождения на престол короля, это как благословение по роду. То есть, понимаете, это кармическая задача, на которую он, ради которой он пришёл в этот мир. Ну, понимаете меня, да? И здесь, конечно же, он, о нём можно говорить, что это благословенный человек на данном этапе. Он должен принести радость и облегчить ношу многим людям, то есть своему государству, принимая вот это всё как счастье. И поэтому он, в принципе, должен привлечь к себе добрые мысли, молитвы окружающих и заниматься благодеянием. Поэтому он уже очень взрослый товарищ. Единственное, что вот этот период, когда он мог действительно хорошо реализоваться, он уже прошёл. Всё. И на данном этапе у него нет пути развития вперёд. Очень часто на консультациях у меня спрашивают, почему у меня ничего не получается? Я не понимаю, куда идти. А вы представьте, что принц Уэльский Чарльз, он же Карл Третий, воссев на королевский престол, попал тоже вот в этот коридор. То есть это мост, по которому он должен пройти. Вперёд нельзя. Уже всё, время вышло. У него нет уже продвижения. Можно только вернуться обратно. Сойти, как я говорю, выйти за пределы судьбы, это ему тоже не дано. Значит, здесь он будет, скорее всего, может быть, реанимировать, может быть, продолжать, может быть, пытаться что-то усовершенствовать из того, что уже было. И это будет правильно. Потому что какого-то развития вперёд у него нет, ему не дано. И это не дано самой стране по судьбе. То есть посмотрите, в какое время мы живём. Мы не можем дальше развиваться вперёд. Мы должны навести порядок со всем тем, что настроили, натворили, разрушили. Понимаете? Эта же ситуация, ну, в крайнем случае, получается и у принца Чарльза. Вот такая вот, не совсем, может быть, красивая из уст моих матрица для принца Уэльского. Но, как говорят, что есть, то есть. Что касается крестом судьбы, ну, вот говорят очень часто, что человек несёт крест судьбы, то, вы знаете, здесь это прежде всего понимание как бы подсознательные вот эти все процессы. Кроме того, его подсознанию, вот если он воспользуется и будет использовать уже открытую книгу, а она уже написана, она лежит на столике, на белом мраморном столике, инкрустирована. Она уже открыта. Здесь тогда он будет праздным мечтателем, понимаете, любителем удовольствий. Наслаждаться будет той приятной и лёгкой жизнью. Ему будут гарантированы удачи. Но такой человек не будет прилагать собственных усилий для того, чтобы преумножить всё то, что ему дано. Смотрите, как интересно. Да, его душа романтична. Он любит искусство, любит вот эти совершенные формы, но это роскошь. Так вот, дорогие мои, на чём хочу закончить. Принц Уэльский Чарльз, он же Карл Третий, язык сломаешь, да, он получил, как говорится, золотое блюдо и вот эту инкрустированную алмазами, лежащую на белом мраморе, а это статус, это статус короля, ну, нет, не будет у него. Ему не дано идти вперёд. Ему надо разгребать всё то, может быть, что не тронуто, осталось самой королевой. В силу возраста, в силу консерватизма, в силу отсутствия здоровья, энергии. Ну, я не знаю, здесь очень противоречивая судьба. Здесь вот эта цифра 14, это роковая цифра. Такие люди, они всегда, хотя, да, но ему нужна слава. А может быть, кстати, цифра 14, она и даст вот всё то, к чему стремятся люди. Власть, славу, деньги. То есть, понимаете, да? Потому что если бы этого не было, тогда это была бы какая-то подковёрная игра, какие-то интриги, там их и так будет. Ну, а это скорпион ещё в передачу. И это человек, который постоянно, если где-то что-то не так, он будет себя же самого любимого и жалить. Потому что всё лежит, уже всё написано. Для него, для него уже прописан тот статус и та жизнь, в которую он сейчас пришёл. Друзья мои, простите, что очень большой получился анализ. Ну, вот искала. Искала, где же, как говорится, зерно, где суть. А суть вот она. Она здесь. То есть, ничего такого Чарльз Уэльски не сделает. Ему надо будет... Он будет, скорее всего, жить с традициями. То есть, вот всё то, что прописано, как правили его предки, об этом будет рассказываться, об этом будет писаться. Возможно, будут какие-то выставки, потому что это есть... Где-то какие-то залы будут. Но там, к сожалению, всё то, что будет представлено, оно... Знаете, это чёрная стена. Почему чёрная стена? Я не знаю. Надо в этом разбираться. Всё, мои хорошие. Всем добра. С вами была я, Зоя Клемюк. Берегите себя и тех, кто рядом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.